Добрый вечер. Очередный блок новостей на телеканале Хабар в студии Алия Акмулдина. И начнем с официальных новостей. Президент Казахстана прибыл в Киев. В рамках рабочего визита Нурсултан Азарбаев встретился с главой Украины Петром Порошенко. Двусторонняя встреча лидеров прошла в местной резиденции в доме Городецкого. Нурсултан Азарбаев отметил, что Казахстан заинтересован в урегулировании ситуации на востоке Украины и готов продолжать развивать отношения. Президент Казахстана выразил надежду прийти к координации совместных действий ради того, чтобы не допустить гибели мирных людей. В свою очередь Петр Порошенко поблагодарил Нурсултана Азарбаева за твердую и последовательную позицию относительно суверенитета Украины. Обстановка очень сложная. Я со своей стороны поддерживаю все работы, которые идут по решению проблемы и восточной Украины, и остальных территорий, и вообще стабилизация обстановки, которая никому сегодня не помогает. Имея равностороннее отношение ко всем, как в Европе, так в России, так и в Украине, то есть в Грузии, я думаю, вместе с вами мы можем поработать и над этим вопросом. Надеюсь, что мы обсудим то, что происходит в регионе и в целом у нас, и сможем прийти к какому-то решению координации нашего действия ради того, чтобы люди ни за что, ни про что не гибли. Покупать собственные изобретения из рубежа приходится казахстанским компаниям из-за несовершенства законодательства в области патентирования. Сегодня на правительственном части в Можелесе обсуждали меры защиты прав интеллектуальной собственности. Как пояснил министр юстиции Берек Имашев, некоторые авторские права, зарегистрированные в Казахстане, не признаются за рубежом. В итоге отечественные изобретатели вынуждены регистрировать свои ноу-хаус за пределами страны, после чего их признают иностранными, и для внедрения их же в Казахстане приходится платить стране правообладателю. Поэтому нужно вносить изменения в законодательную базу нашей республики. Войти в 30 развитых государств. Прежде всего, экономика республики должна быть инновационной, то есть развита на очень высоком уровне. Создается максимальное условие для авторов, для изобретателей, предпринимателей, чтобы они смогли реализовать в этом плане свои права. Также в ходе заседания стало известно, что в следующем году будут подписаны три международных договора, которые позволят защищать авторские права на территории всего евразийского экономического пространства. Речь идет о единой регистрации патентов, совместной защите прав интеллектуальной собственности и совместном управлении авторскими и смежными правами. Дороги играют важную роль в развитии казахстанской экономики без современной транспортной сети. Сложно реализовать транзитный потенциал, учитывая большую территорию и географическое положение республики в регионе. Именно поэтому создание современной дорожно-транспортной инфраструктуры является одним из ключевых положений программы Нурлыжоу. Об этом подробно говорил в своей беседе с представителями ведущих телеканалов Нурсултан Назарбаев. Бизнес не может выделить собственные средства на строительство дорог, так как на возврат таких инвестиций уходят многие годы, подчеркнул президент. Это по силам лишь крепкому государству, располагающему достаточными финансовыми ресурсами. Поэтому транспорт является главной составляющей программы Нурлыжоу, отметил глава государства. Коммуникации – это кровеносные сосуды экономики, это общение людей между собой, связь регионов с центрами, контакты между областями. К примеру, Турксип работает до сегодняшнего дня, и то, что мы построили и еще построим, также будет работать еще десятки лет для наших детей. Президент много говорил и о ситуации в отечественной промышленности. Завершается первая пятилетка индустриальной инновационной программы, и самое время подводить промежуточные итоги. По словам Нурсултана Назарбаева, страна сделала основательный старт. Открыто около 700 предприятий, 70 тысяч новых рабочих мест, освоено 400 совершенно новых видов продукции. Также мы развиваем перерабатывающую промышленность в рамках индустриальной программы, чтобы экспортировать и потребительские товары, отметил глава государства. На переговорах с Китаем мы достигли договоренности о строительстве новых 15-20 заводов, направленных на переработку, рассказал Нурсултан Назарбаев. А, например, строительство крупного нефтехимического завода означает, что из углеводородов будут получать полимерные материалы и основу для лекарств. Переработка металла будет углубляться до производства качественных стали и серьезной кабельной продукции. Все это повышает добавленную стоимость. Переработанная продукция будет увеличивать доходы страны. И мировые новости. США заклеснула волна насилия по сообщению местных властей в городке Тарпанстрингс. Неизвестный мужчина застрелил полицейского. Преступник уже арестован, однако мотивы его действий неизвестны. Также стрельба прозвучала в городке Рокфорд, штат Иллинойс. Убитые 4 человека, в том числе и двое детей, 4 и 6 лет. Частный дом, в котором произошло преступление, отцеплен. Ведутся поиски преступника. Основная версия случившегося конфликт на бытовой почве. В Нигерии боевики террористической группировки Бока Харам жестоко расправились с мирными жителями. Видео казни около полусотни человек радикалы выложили в интернет. Предположительно, кадры были сделаны в городе Бама, захваченном экстремистами в начале сентября. Причиной расстрела, как выяснилось, стал отказ жертв присоединиться к Бока Харам. В конце видеоролика боевики пообещали убивать до тех пор, цитата, пока земля не покраснеет от крови, конец цитаты. Отмечу, группировка известна своей жестокостью. При каждой ее вылазке гибнут десятки мирных жителей. Неделю назад ее боевики напали на одну из местных деревень, убили около 30 человек и захватили в плен 185 женщин и детей. И вновь о событиях. В Казахстане 12 человек пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Октябрьской области. Авария произошла на трассе международного значения Самара-Шимкент. В районе поселка Акжар столкнулись два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. От удара оба автобуса слетели в кювет. Пострадавших с переломами и черепно-мозговыми травмами доставили в город. Среди них есть дети, они доставлены в областную больницу. Водителей на марке спасти не удалось. На встречу ехал еще один рейсовый. И видно, обгоняла легковая машина. И у нас врезалась. Два автобуса шли, трасса. Потом уже все, ничего не помню. Водитель одного из транспорта в крайне тяжелом состоянии, с травмами, полученными несовместимыми с жизнью, он скончался вчера. В селе Таушитман, Гостовской области, цех по переработке шерсти выпустил свою первую продукцию. Два месяца назад предприимчивый сельчанин открыл собственное производство на селе. Трудоустроил шесть местных жительниц. Мастера из обычной шкуры животных и шерсти делают одеяло, подушки, одежду, коврики в национальном стиле и другие интересные вещи. За два месяца работы здесь переработали 2,5 тонны овечьей и около 2 тонн верблюжьей шерсти. Заказы начали поступать из Алматы и Астаны. Не особо востребованы приданные невесты. В частности, корпия различного дизайна, верхняя одежда с национальными узорами, а также головные уборы. Теперь местным жителям есть куда сдавать верблюжью и овечью шерсть. В планах у сельского предпринимателя расширить свою мастерскую, так как заказы начали поступать не только с других регионов Казахстана, но и с ближнего зарубежья. Второй месяц работаю здесь. И несмотря на то, что мы открылись недавно, заказов очень много. Люди ведь хотят натуральный товар. Сегодня это ценность. В цеху имеется все необходимое оборудование. В день шьем по 10-15 одеял, подушек, например. Работаем шестером, пока успеваем. Атераузская область – одна из самых газифицированных в стране. На сегодня степень обеспеченности голубым топливом в регионе составляет 92%. Теперь работа нацелена на сельские населенные пункты. Наш корреспондент побывал на церемонии подключения еще одного аула к магистральному газопроводу. В селе Туманы из Атайского района Тараусской области проживает около 400 человек. Сегодня здесь по-настоящему хорошее событие. В аул пришел природный газ. Новый год здесь будут встречать уже в других условиях. Это совсем другая жизнь. Раньше на зиму брали по 15 тонн угля, и то не хватало. После работы были как и чегары. Все в саже, газовые баллоны с города возили. Сейчас совсем другое дело. Иду приготовить, и дом согреть. Вообще нынешний год для жителей этого села выдался особенным. Впервые за 40 лет сделали капитальный ремонт школы. В дома сельчан провели воду. Полным ходом ведется ремонт в Доме культуры. Газификация сельских населенных пунктов – это один из главных приоритетов в нашей работе. Это село – десятое в этом районе. В дальнейшем работа будет продолжаться. Главная цель – это стопроцентная газификация региона. Населенный пункт расположен недалеко от республиканской трассы от Рау-Астрахань. Перспективы у сельчан большие. Лучше слов говорят цифры. Только в этом году в местные исполнительные органы поступило свыше 50 заявлений на строительство собственного жилья. Именно столько семей пожелали обосноваться в этом селе. Богатухи Гулов, Аман Тайматенов, Атарауская область. ССМ Нурсултана Назарбаева «Слово о независимости» станет культурным и историческим памятником нашей страны. Его особую ценность отметили представители Ассамблеи народа Казахстана и Института языкознания имени Ахмеда Байтурсынова. Эксперты говорили также о сохранении культурного наследия и проблемах соблюдения авторских прав. Главный научный сотрудник Института языкознания Александр Граковец предлагает объединить достояние национальной библиотеки и создать общий интернет-портал, который был бы доступен всем желающим. Во всемирное паутение казахстанские книги, фильмы и песни могут стать популярными не только в нашей стране, но и за ее пределами. Наши библиотеки разобщены. У нас нет серьезного общего портала, на котором бы стояли наши литературные произведения, произведения наших писателей. Чтобы каждый человек в любом месте нашей страны мог открыть интернет и послушать родную песню, посмотреть родной фильм и серьезно заниматься наукой с теми памятниками, которые мы туда разложим. Почти 500 Дедов Морозов устроили массовый забег по московским улицам. Маршрут сказочных персонажей пролегал вдоль набережной. Главные условия участия в дистанциях на 5 или 10 километров бежать в костюме Деда Мороза. Их выдавали на месте. Желающим лишь нужно было оплатить вступительный взнос. Поскольку забег благотворительный, все собранные деньги пойдут на подарки и помощь тяжело больным детям. Во-первых, благотворительность – это всегда хорошо. А во-вторых, просто концепция интересная. То есть изначально концепция Деда Мороза меня и втянула в это. Почему бы не пробежаться, собственно, и не помочь. Этот выпуск завершен. Сурдоперевод обеспечил Хасан Исраилов. Итоговый, как всегда, в 21 час. Всего доброго, до встречи.